старт рекординг о походу пошло что ждем еще или не ждем нет не понимаю где ну короче меня слышно да ладно никто не ответил на я думал что слышно тебя слышно хорошо короче сегодня меня давно просили рассказать про rxjs про которые я сам ничего не знаю я раньше думал что я в нем разбираюсь недавно у меня произошел случай после которого я понял что я в нем не разбираюсь но перчатка была брошена поэтому я рассказываю вот и чтобы как-то сгладить все-таки типа я буду рассказывать про вещи которые короче мне показались интересными помогли мне больше понять как это все работает не в справочном типа видео какие-то просто вещи как на которые обращал меньше внимания чем нужно было и которые в итоге сделали как это 80 20 ну вы понимаете о чем вот нужно ли кому-то объяснить что такое взяла был вообще в принципе если кому-то надо говорите да хорошо я специально для костика я расскажу короче взяла был это такая интересная структура которая позволяет заниматься синхронностью более сложно чем promise то есть это вроде как с одной стороны надстройка с другой стороны она идет со своими со своей проблемой больше сложного порога входа в это все вот о которых чуть попозже будет но короче обзор был можно представить как цепочку ивентов то есть это по сути тот же самый ивент subscriber pattern только ты эти ивенты представляешь как бы в виде массива до такого буфера или даже стрима да ты можешь представить стрим обычный куда ивенты могут докидываться синхронно то есть по сути это те же самые ивенты только ты их как бы коллекции представляешь вот если это кому-то что-то дало вот и конвенциально конвенционально принято объяснять вот эти все обзоры было через такие вот диаграммки где вот шарики это какие-то события с данными крестик это ошибка и вот такая палочка это будет конец обзора было то есть они могут закончиться комплитнуться вот это все по вводной если у кого-то есть вопросы задавайте сейчас хорошо короче сразу первое вот на что я хочу обратить внимание из чего мне кажется нужно начинать вообще заниматься rxgsm это со слова subject почему-то всех сразу скипают начинают смотреть какие-то операторы но мне кажется что subject это вот mvp короче вот с него нужно начать почему observable он похож на promise в том смысле что на него можно только подписаться и когда на него можно только подписаться это немножко скрывает то что происходит там под капотом то есть ты подписываешься но как там реально все происходит неизвестно но subject subject он предоставляет метод next при помощи которым можно пушить в обзор был вот и короче почему я считаю что subject это вообще самое лучшее что там есть это короче subject это своего рода машина тюринга для обзор облах то есть его можно через subject и по сути реализовать все эти методы которые там написаны вот то есть просто пушить туда какие-то вещи синхронизировать их своим удобным способом и посмотреть что из этого выйдет по моему почти все операторы которые есть в rxgsm можно переписать через subject и самому разобраться как это работает вот поэтому типа вот так вот и тут слева на примере видно что вот в обзор был можно пушить какие-то значения только при его создании после этого у нас только есть подписка на него и все и можем его попить что не видно блин я не знаю как сделать садись ко мне костик короче вот то есть subject да это как деферт для промисов если помните такую штуку кто-то сталкивался то есть туда можно еще и пушить какие-то значения управлять им прям в реал тайме вот дальше надо разобраться какие общие сабжекты бывают publish subject это ваш самый обычный сабжект на него просто можно много раз подписаться и вы будете получать события которые произошли после вашего сабскрайба тут все просто и понятно дальше идет behavior subject это такой subject у которого есть начальное значение где он может нам пригодиться это вот например у вас есть какой-нибудь флажок да и вам нужно чтобы он по дефолту был false пока кто-то его не изменит соответственно можно создать behavior subject положить туда false изначально и вот так но думаю диаграммки все объясняют вот вот дальше есть еще асинк сабжект которому я не придумал реального применения он просто по комплиту отдает последнее значение и реплей сабжект вот короче самое полезное это бихевер сабжект и реплей сабжект реплей сабжект он короче для каждой подписки передает все ивенты которые были в нем до этого вот то есть иногда может быть нам не нужно использовать операторы в принципе мы можем просто при помощи сабжекта очевидно понять что мы хотим и добиться того чего мы хотим вот то есть просто пуша туда значения и хендля своими какими-то делами что мы на самом деле хотим ну а значение ивента это одно и то же по идее ну то есть а происходит событие до события это и ну кусок данных объекта какой-то то есть объект это и есть событие да то есть при подписке ты получаешь всю историю всего что произошло вот и вот а да очень часто пригождается вот реплей сабжект и бихевер сабжект это то что используется вот постоянно володина соврать разве ладно тогда я и зал хорошо тогда я и зал что-то пошло не так почему 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 чуйка хорошо хорошо это кстати интересный момент нет мне кажется что все таки это полезная фича ну то есть просто если бы этого в ркс джейси не было мы бы страдали в каких-то случаях то есть это это нужно вот сейчас надо вспомнить на самом деле это уже сложно я не готов сейчас вспомнить а если вам надо типа редюсить какие-то значения то есть там происходит каких-то 10 типа ивентов до их потом нужно среди сить в один иногда есть смысл того что нужно чтобы не все произошли так а ты подписываешься уже после того как они произошли вот чем прикол то есть ну то есть да фишка в том что да 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 то есть здесь что происходит вот красный зеленый вент уже произошли так мы подписываемся и нам допустим нужно среди все что там было да то есть она реплеит все что было до подписки очень-очень плохо да очень не стейтлес ну понятно но тебе это надо рано или поздно хорошо давай так костя сколько процентов твоего кода не костыли давай так не ну тяж есть подожди ясно не получится это обсудить да но все мы костыляем нам часто нужны обходные пути всяким ситуациям поэтому хорошо что они есть из коробки все-таки согласитесь если бы у тебя такого не было ты бы значит занимался следующим да и это было бы очень весело костик ты всегда дизайнив самого начала решения все здорово что у нас дальше а вот про subject и пока все отложили их идем немножко дальше еще одна важная вещь как вот с которой типа я бы входил в это все это как помержить два обзор вла то есть это на самом деле 90 процентов работы с рик джессом это то как просто помержить несколько обзоров был вот поэтому пройдемся про ключевые тут операторы если они называются операторы вообще короче идея в чем все вот эти вот операторы которые между обзоров были они представлены в нескольких формах да например есть конкат он бывает конкат конкат мап конкат ол по-моему все вот что делает конкат он берет два обзор вла и ставит их последовательно друг за другом то есть как только комплитница 1 после него пойдут значение 2 вот это гарантирует нам то что вот порядок ивентов в этих двух обзоров обзоров тут короче на примере написано как используется конкат в него просто через запятую передаются обзор облах то есть тут все должно быть очень просто и понятно очевидно вот да да валера смеется что непонятно серьезно ну тут тут как бы никакого рокет сайенса вообще дальше конкат мап уже немножко сложнее появляется слово мап которое непонятно что значит и идея в том что на предыдущем примере да конкат мы просто передавали бирабли через запятую но не всегда у нас есть такой кейс что мы эти обзор облы имеем самого начала вот поэтому для этого сделан конкат мап то есть мы подписываемся на один обзор был и к нему уже делаем значение которое получится из первого обзор обла а то есть да 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 из результата первого обзора было нужно сделать второй обзор был вот для этого кейса нам нужны нам нужна приставка map во всех этих мержащих операторах вот конкат пол опустим он не такой интересный вот только только про основные да да смотри 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 сейчас сейчас смотри первый пример значит сэм есть два обзора было они заранее друг от друга независимы вообще никак так мы их просто должны помержить они между собой никак не связаны можем завязать вот так вот так конкат читается легко все классно все очевидно из таких методов лучше ну операторов понимать как работают операторы эти да тут все очевидно да с конкат мапом тут проблема заключается в том что второй observable должен получиться используя результат первого да то есть в форме что-то изменилось значит нам нужно отправить реквест с значением из формы и мы уже не можем написать конкат от двух observable потому что второй зависит от первого он появится только после результата первого соответственно их нужно связать так чтобы после первого отрабатывал второй вот да и вот здесь мы гарантируем порядок выполнения наших observable то есть сначала изменится значение форме и потом отправиться за ним реквест вот так вот тут все понятно конкат мап он такой самый простой вот и обратите внимание что если мы будем менять значение в форме да то они то короче реквесты отправятся только после того как предыдущий реквест закончился то есть они не одновременно пойдут на это фишка конкаты как раз и есть мерж мерж хорош тем что можно тогда одновременно послать запросы значит на первом вот здесь в примере кода да тоже все очень легко то есть через каждую секунду будут выплевываться значения кратные десяти в одном обзоробле кратные сто в другом обзоробле вот мы точно так же делаем мерж все легко понятно и на диаграмме в общем то все понятно что происходит они просто идут одновременно порядок их не гарантируется но зато если это какие-то там реквесты то они пойдут параллельно вот соответственно модификации мержмап то то же самое у нас идут изменения какие-то на форме нам нужно отправить реквест вот и тут уже этот мержмап позволяет нам синхронно в смысле не синхронно а одновременно отправить реквесты вот это все хорошо дальше есть свитч свитч по-русски переключиться правильно то есть вот у нас более сложная структура у нас observable observable да да observable observable вот смотрите что здесь происходит после того то есть у нас есть хорошо сейчас сейчас я объясню это после того как к нам ну то есть ладно сейчас с самого начала начну это сложнее чем кажется короче есть observable да у него каждое событие в нем это еще один observable так все со мной все со мной и нам нужно вернуть из этого более плоскую структуру то есть это оно больше древовидное такое что-то вложенность какая-то нам нужно вернуть с этого плоское нам нужно понять по какому правилу да то есть идея в том что вот приходит нам первое событие это observable значит в результирующий массив в результирующий observable вернее идут значения из этого обзорвобла вот сколько он имитает все это идет в результирующий как только вот в этом верхнем потоке приходит новое событие то есть новый observable он собой перекрывает значение следующего обзорубла и мы отписываемся от предыдущего обзорубла все со мной хорошо отписываемся кстати хорошо потому что switch позволяет нам канцельность например реквесты за что надо с ним аккуратно кстати вот тут все понятно ну и соответственно switch map а switch map это то типа просто то же самое вот я не помню что там я не помню честно честно я не помню помню какой-то пример туда положил security security может быть сейчас посмотрим да тут какой-то example я не знаю мне кажется он неинтересный я вчера добавил но я уже не хочу тут типа пример просто использование этого switch зачем ты мне прервал костик так хорошо рассказывал switch map да точно такая же модификация слова map означает что нам из результата первого нужно получить второй observable хорошо сейчас еще раз пройдусь только сначала switch map значит мы нажимаем какую-то кнопку так и нам нужно где тут switch map я что нет 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 а вставил где switch map вот странный пример вот это хороший он короче дикое нужно сделать debounce то есть мы есть какой-то авто саджес мы туда пишем какой-то request он отправляется если мы изменили значение в авто саджести то нам уже неинтересно реквесты которым отправили нам нужно отправить следующий и вот это как раз хороший кейс для свеча вот значит читаем по нажатию кнопки мы фух промпомпом короче если в течение 400 миллисекунд после нажатия сейчас я это объясню сейчас короче короче это debounce все знают как работает debounce да если что-то поменялось да то нам нужно канцельнуть реквест да да поэтому нам нужно просто отписаться от того реквеста который пошел и подменить его следующим вот вот там где 11 строчка да вот там как раз это и происходит по сути search текст да вот то что на второй строчке это обзора был который нам просто будет типа имитать раз в 400 миллисекунд буквы не буквы вернее значение которое авто саджести так вот то что со второй по девятую строчку просто раз в 400 миллисекунд имитает нам да не чаще спасибо валера ну вы поняли но наде баунтить и отдает нам то что нужно отправить вот соответственно и вот из обзор область search текст да когда приходит новое значение observable lessons будет отправлять новый реквест и забивать на старые вот тут еще что хорошо в этом примере что мне очень нравится это именовать пайпы в отдельности на тут такой более реальный реальный кейс да да вот смотри тут часть 2 обзор обла так search текст и lessons и вот тут благодаря именованию вот таких элементарных вещей очень хорошо понятно что в итоге происходит на то есть если смотреть например в отдельности на метод который не метод а вот короче то что с 11 по 15 строчку начинается да вот этот пайп с него смотреть то там все очевидно что происходит search текст обзоров был он как и подразумевает свое название будете выплевывать search текст да то есть его ивент это search текст и и ты дальше смотришь если тебе пришел новый search текст то ты значится переключаешься со старого реквеста на новый и вот этот кусок с 11 на всю строчку читается просто богем на класс и в отдельности вот этот со второй по девятую строчку тоже читается просто богем на ну может кому то не так но вот с 11 по 15 вообще классно да хорошо отлично так тогда еще раз вернемся к разнице про штуки на еще раз конкат как видно надо в тулся последовательно делает так и гарантирует порядок мерш он параллельно запускает их да но смотри давай тогда посмотрим на switch map например который будет отменять предыдущий реквест и отписываться от него в отличие от него мерш map будет их но он все еще подписан на предыдущий пропустит его дальше то есть у тебя просто увеличивается ну количество ивентов а не просто ну вот как на этом самом диаграммке нарисовано их просто не больше то есть он не дизрегарди то что осталось там а типа мержит их дальше а switch map да да но прикол типа switch map в том что он вот такую древовидную ожидает штуку ну ну хорошо вложенная типа я имею ввиду то есть не плоская я вот это пытаюсь сказать похоже на древовидную почему нет если одну я тоже так думаю я тоже так думаю так вот так вот да вот и поэтому короче вот этот пример мне очень нравится и дальше еще там будут примеры которыми тоже очень нравится вот про то что именовать маленькие элементарные пайпы то есть не делать вот такую здоровую хрена тени спагетти до а именовать маленькие кусочки абсолютно элементарная очень хорошо все это вот на переменные на разбивать то есть вплоть до того что можно было например этот search текст да если бы чуть-чуть другой конец пример представить вот его бы можно было еще его пайп разделить на две части например то есть где одна будет просто собирать реальный search текст 2 будучи оди балансить например то это еще увеличит читабельность ну то есть типа разбивать на элементарные вот такие вот пайпы вот причем но не стесняться типа вот если огромный вот такой пайп там из десяти операторов реального можно разбить стопудово на несколько маленьких и выносить попеременно вот у всех проблемы поэтому но разбивать тут фишка как раз рык джесса в том что он позволяет это все вот именно переменные выносить в любой момент а ну и ну мне как бы помогает вот если я вперед забегаю давайте потом давайте потом скажем я уже начинаю уходить вот еще есть такая штука как exhaust map это есть короче кейс я не помню у кого он был с кем-то мы говорили не короче не помню кого-то был кейс когда он был нужен он очень похож на switch map но он подменяет короче observable новым в том случае только если первый закрылся то есть смотрите вернемся к switch map он что делает вот у нас есть abcd вот кто там первым первым пришел abcd да первым приходит abcd и пока и как только приходит 2 observable он тут же отсекает 1 все ему уже пофиг на него то есть он так агрессивно приходит 2 все первым не уже не интересен exhaust map он как это как с английского exhaust приводится типа вот до талого короче выжимает каждый обзор был и пока твой первый не закроется он игнорирует все остальные то есть он вот пока первого не задушит новые он не пропускает на и вот тут на примере слева сначала нам пришел abc да и вот пока этот abc не закрылся он другие обзор был не воспринимает то есть df ему не интересен потому что он начался тогда когда abc был еще открыт все со мной хорошо вот но и соответственно он работает аналогично и вообще классная штука ну да потому что он к нему пришел когда у него уже есть первый то есть смотри можно аналогично на представь что короче свич да это такая типа женщина которая не разбирается знаешь особо приходит к ней кто-то новый она такая все ты мне интересен больше exhaust exhaust это такая короче которая выдавит из тебя все и только после этого она возьмется за кого-то нового понимаешь о чем я вот так вот ну вы поняли но просто кому-то он один раз пригодился вот а выглядит он страшно ну то есть так не понять что он делает и это как бы четыре основные стратегии как как за комбайнить на самом деле там ну есть всякие типа комбайн ли тест фрук джон там и так далее но они в принципе не так интересны вот эти четыре да про них вроде как надо понять я считаю чтобы вот чтобы что-то уметь сделать вот их 4 надо точно знать вот но в чем вопрос да смотрите вот есть у нас concat да он последовательно шлет реквесты мерш параллельно concat гарантирует порядок возвращенный а мерш абсолютно нет а что делать если у нас такой кейс что допустим нам надо отправить реквесты параллельно но чтобы потом их собрать в правильный порядок как вы думаете что он делать писать свой оператор потому что это можно что мы сделали нас был как раз такой кейс нам нужно было отправлять пачками реквесты причем хотелось чтобы они шли именно параллельно чтобы быстрее все это работало но по очереди это было бы очень странно но при этом как-то все таки собирать их по порядку чтобы они дальше попасть вот этой трубе шли по порядку вот это плохо то что вы сейчас видите это плохо я это понял вчера когда посмотрел на это свежими глазами да но сейчас я буду потихонечку все объяснять начнем с того что вообще объясню как это работает а потом начну рассказывать про то почему тут все плохо вот на первой строчке да я создаю subject subject это как раз вот то что я говорю что это машина тюринга который позволяет реализовать любую херню через себя то есть вот эта элементарная вещь при помощи которой можно все сделать что тут происходит давайте по параметрам пройдемся первое это вот обзоров был нам приходит да вот который нужно пайпить дальше то есть то что вот было до этого в пайпе так второе это короче функция которая делает реквест на то есть это вот как бы то что мы обычно функцию которым передам в оператор уже плохо я знаю сейчас все будет длина длина мне нужно было чтобы короче я заранее знаю сколько будет реквестов поэтому передавал сюда еще длину и конкарент это сколько одновременно запускать реквестов держитесь сейчас будет лучше значит что мы делаем скипаем подготовительные антипеременные мы значится подписываемся на наши значения мы их маппим в объект в котором есть ключ и значения так значит дальше мы делаем мерш мап мерш мап тот который позволяет все делать параллельно ну он нам и нужен конкат нам не подойдет поэтому берем мерш мап обратите внимание на так номера строчки не взял но вот короче там где закрывается мерш мап да ему мышку мы вот мою мышку видно вот сюда можно передать ему вторым параметром как раз конкарент это сколько можно одновременно запускать реквестов вот поэтому как раз та особенность из заюзали дальше вот этот фанк который тут где мышка вот этот фанк он как раз шлет реквест который нам нужен и дальше маппим результат того реквеста опять таки в объект ключ значения вот дальше мы на все это подписываемся и у нас есть массив респонсов он массив он синхронный мы в него по индексу кладем значение то есть по индексу по которому значение пришли изначально а то есть вот они как пришли в таком порядке вот в таком же порядке мы их складываем то есть соответственно на этом шаге да если у нас там отправили там три реквеста раз два три а пришел там только 2 3 пока то на этом этапе мы увидим массив с занятыми ячейками 2 и 3 понимаете о чем я вот дальше пробегаемся по что я делал блин назад или ради мышка вот 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 ну и короче дальше мы но мы складываем все это в массив и дальше мы пробегаемся по массиву по всем его ключам то есть по порядку напомню сейчас нас массиве лежит только два и три значения мы смотрим по порядку значит первые ячейки допустим нас лежит час он defined значит брейк мы выходим так и мы вот то есть на этом этапе ничего не произошло так потом приходит приходит нам первый элемент где мышка где мышка как и вот нам приходит первый элемент значит мы становимся пробегаем по массиву и смотрим если у нас подряд появились элементы там которые идут подряд с первой ячейки то мы их пихаем сабжект сколько человек со мной потерялся тогда еще раз наверное блин лучше бы рисовать наверное вот сейчас понял короче вот все есть ячейки да о хорошо все то все туда все таки еще раз допустим нас в массиве есть три ячейки раз два три рассмотрим кейс такой что первым пришел первый элемент тогда мы опишем в единичку так в массиве сейчас блин массиве сейчас столько первый элемент лежит значит на каждый пришедший response для каждого пришедшего респонса мы пробегаем вот этот цикл по массиву ответов значит если смотрим если в первой ячейке что-то есть то мы его пушим сабжект если нет то ждем дальше и так мы ждем пока первый придет то есть незавидно неважно придет нам 2 3 4 5 пока первый не пришел мы ждем как только пришел первый мы пушим в сабжект и соответственно всех кто идет за ним пока мы не дойдем до дырки когда мы дошли до дырки мы опять ждем пока он не пришел чтобы там дальше не пришло мы ждем пока эта дырка заполнить то есть так чтобы она сохранила свой порядок если дальше по пайпу нам все эти данные придут в правильном порядке но как бы все еще обзора был получилось я смог да 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 я знаю не ну на самом деле можно просто не закрывать этот наверное обзора было если ты не знаешь просто я закрываю не в этом ты интерес такой кейс то есть если длину не знаю что можно просто оставить его висеть приходит там новое значение все ладно вот теперь к проблемам этого кода в чем мне во первых не нравится я реализовал это как функцию можно было положить это в обзора был прото тайп и тогда первый первый аргумент бы точно ушел вместо него я бы достукивался по этому обзора было как зис вот это уже лучше вот но и соответственно дальше было бы все чуть более прозаично вот ну и может быть вот этот пайп можно было разбить на несколько больше переменных вот но принципе окей вот почему вспомнил этот пример потому что вот доказать свою вот эту точку зрения про то что сабжекты на самом деле вот mvp для понимания всего этого вот если ты умеешь работать с сабжектами ты можешь сам написать любую хрень которая тебе нравится как бы она не работала вот и даже в теории можно для лучшего понимания пробовать переписать все вот эти вот штуки для комбайна на сабжекте и убедиться что на деле это очень легко делается вот такие дела все понише сабжекты хорошо к проблемам сразу к проблемам как это дебажить и как это тестить и вообще какой кошмар это все вот тут у меня интересных линок сейчас пробую их нажать во-первых тестирование справедливости ради там есть свои приколы и не все так плохо дело в том что rxjs предоставляет вот такой rxjs тестинг не видно да как control плюсик стало лучше он предоставляет вот такой rxjs тестинг там какой-то т.с. scheduler который умеет все это запускать и вообще все здорово но я вообще все рассказать не про это а про вот это тут можно запускать обзор ваблы диаграммами видали то есть нет я просто знаю что такое есть и это очень прикольно пользовался ли этим нет вообще но вообще тот факт что можно вот так все это визуализировать это просто кайф это супер то есть смотрите можно expected типа написать виде диаграммы создать обзора был через диаграмму вау сейчас ближе копии пойдем не так ты можешь ты смотри ты сможешь если тебя сервис какой-нибудь и тестируешь да он себя возвращает обзоров был тут ну как проверить что он вернет то что ты хочешь до последовательность какие конкретно значения просто диаграмме это очень удобно ну согласись представь как ты бы это делать без диаграмм просто вот начни думать на эту тему просто вот чувствуешь боль а тут как-то ну рисовать можно диаграммы прикольно вот ну и плюс к этому можно где там она можно делать ход обзор ваблы можно cold вот все знают разницу между горячими и холодными ну ладно чуть-чуть расскажу короче ход это те которые которые происходят короче сами костик ход это те которые происходят сами по себе то есть действия по их короче они происходят без сабскрипшена на них они все равно будут имитать какие-то ивенты если они холодные то пока ты на них не подпишешься ничего не будет как например в анкуляре до http он холодный ты пока не подпишешься реквест не пойдет наверное все сталкивались с этим вот то есть можно вот так фигачить ход и cold самому хотя но есть мнение что вообще обзора в блане скорее как спектр то есть они могут быть однозначно ход или однозначно cold их можно как-то между собой превращать то туда то короче это очень сложная тема сабчик по моему всегда ход идет то есть ты в него ты же ты сама в него и митые значение next там поэтому по логике он как бы ход то есть имит туда происходит независимо есть там сабскрипшен или нет ну cold вот так наверное ну хз на самом деле не знаю я не знаю так вот вы наверное подумали что ну что за странные диаграммы типа abc а ну а как данные чтоб так вот данные сюда приходит вторым параметром values то есть это object где ключ это abc а значение это ваши реальные объекты которые вас интересуют вот ну и тут соответственно всякие экспекты и так далее вот какие-то типа еще пояснения вот типа что значат всякие штуки типа вот error да там ну вы поняли типа фреймы там какие-то короче как рисовать диаграммы но вроде как прикольно то есть целый rxjs нет собираешь ли это делать наверно нет но мы можем мы можем если кто-то захочет то мы можем это делать вот дебаггинг вот это короче самая основная проблема с rxjs которую я вижу вообще давайте так всем нравится rxjs кому давайте так кому нравится rxjs поднимите руку кому он не нравится кто дебажил rxjs свой хотя бы нормально сидел дебажил а кто дебажил чужой rxjs дак вот володя ты недавно дебажил чужой код синхронный который просто написан как твои ощущения тебе не понравилось ты не хочешь представь а теперь а теперь представь это кстати веду в курс дела там был лиц 13 лет опыта написал код какой-то и володя не понравилось его дебажить теперь представь что он написан на rxjs и как дела он не написал бы лучше это все то же самое только с пайпами там полный отстой ничего не именовано все разбито на такие огромные спагетти и единственное вообще я очень долго искал как это все можно дебажить и короче нет ни одной нормальной тулы как все это дебажить нету ничего вообще вот в этой статье описывается единственное что ты можешь делать сейчас я да просто в консольку пушить а дебаггинг логированием отлично это все что алертами можно можно алертами можно алертами можно вот да там ду или ты да да можно ду или тэп делать и выводить просто в консоль нормально да дело просто в том что все эти пайпы реально отвратительно дебажиться от самое смешное ты открываешь просто чужой код тебе очень тяжело визуализировать как они между собой комбайнится это просто очень тяжело въехать ну там написано что-то а в идеале к этому прилагать диаграмму сейчас покажу как вот такую хотя бы а вот такую диаграмму до нужное а еще вот эти стрелочки они могут быть мерш конкат exhaust for join комбайн лет ну то есть что представьте вот это все нужно в голове у себя представить понять как это работает перед тем как начать все дебажить мне кажется вы ну очень любите rxjs до тех пор пока мне приходится смотреть чужой код потому что сложность дебага чужого кода возрастает в разы это просто жопа я не знаю мне я вот после после тех случаев я честно говоря очень его не люблю я считаю что ну это как знак 70 до на машине его можно давать только одну через там два года опыта ну понимаете о чем я да 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 диаграммы хорошо бы рисовать нет нет на самом деле не типа рисовать диаграмму мне кажется очень хорошая мысль дело в том что ну как как тут написано как я почитал чуваки как раз вот future до the future это очень давно было написано да еще rxjs 5 по-моему на 6 сейчас не ошибаюсь да ну ладно по моему 6 уже идея короче в том что in the near future vmc real-time rendering of the dependency graph real-time rendering of marble то есть да то есть вот эти вот классные marbles должны генерироваться типа по вашему коду вот эти вот классные диаграммы должны генерироваться по вашему коду не знаю not react dev tools есть да он классный реактовский ну в смысле который редакстом это самое но он же типа очень удобный классный правильно вот такую же штуку хотели сделать с rxjs очень похоже но что-то пока не получается я искал вот нет ничего есть обещание очень много обещаний и lessons learned типа тадым тадым first draw the dependency graph сначала типа нарисовать и прикреплять его куда-нибудь короче вот такой большой концерн по поводу да ну тут дело не в том что проектирую не проектируй я больше говорю про то что это ужасно вы не хотите дебажить чужой плохой rxjs хороший тоже не сильно хочется валер дитя цветов брик поинтики ставишь и идешь последовательно когда у тебя на пайпу типа идут через весь аппликейшен такие здоровые когда у тебя полностью все синхронно когда у себя полностью реактивы и когда у тебя ну вот я чуть дальше покажу но у нас был уже пример блин уже время такое ладно но все равно расскажу а вот здесь например from event то есть клик на кнопку это у тебя уже обзора был мы так не делаем нас никто так не делает все синхронно не синхронно типа ну как обычные люди кликнули на кнопку на нем колбайк правильно и же клик там и всякое такое хорошо но клики все делают нас нж клик и колбайк правильно а так не надо это не реактивы и реактивы и вот так это же реактивы и да сейчас смешано сейчас смешанную колбайки колбайки и я не знаю но вот это реактивы я я пришел сюда чтобы обосрать rxjs то есть но вы спрашиваете у меня в чем достоинство я вам говорю я не знаю я пришел сюда чтобы его обосрать пока да вроде пока никто в него не верит да ну валера ну валера я те я тебе хочу что-нибудь дать чтобы ты поди божил то что у нас в api есть тебе будет весело давайте короче раз нас тут это самое времечко кончается я очень я очень быстро покажу на большие тыцки давайте самое интересное расскажу который мне понравились типа примеры хорошего красивого код на rxjs которые никто из нас никогда не напишет я точно не буду так писать но очень красиво супер быстро смотреть я понял сейчас сложно как как их убрать расскажите вот так нравится 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 так все сказал хорошо смотрите что делает вводим 15 нажимаем update и она так плавненько чик вводим минус 15 она такой плавненько чик прикольно просто прикольно не как нет это не реплей это никакой не реплей это просто типа о том как можно полностью все ну вообще весь код сделать реактивным это больше про это типа пример что вообще ничего синхронного здесь нет ничего святого ничего синхронного так ты можешь костюк идти я тебя держу очень коротко быстро пробегаемся по клику мы значение которое пришло то есть то что нам пришло мы отдаем значение на которое пришло дальше если нам приходит следующее мы отменяем предыдущие switch map все помнят да то есть если сюда бахну 100 запущу оно пошло а потом я не хочу я хочу минус то не успел не успел но короче она бы отменила но вы поняли вы поняли мысль то есть она сразу пойдет назад дальше этот таймер генерирует значение каждые 20 миллисекунд это значение значится позитиву негатив она короче выбирать направление куда нам двигаться типа прибавлять или убавлять стартуем от текущего числа которое здесь есть то есть первое что сюда пойдет это вот это число которое здесь есть и мы будем к нему каждый раз приплюсовывать единички который нам отдает таймер каждые 20 секунд то есть мы будем прибавлять 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 пока не достигнем того что надо то есть take while не будет эта штука пока мы не будем меньше или больше короче ну вы поняли того что пока не достигнем нужно числа и все потом на этом ну грубо говоря подписываемся показываем красиво выглядит красиво как это дебажить есть мысли где где болью кровью консоль логом правильно кости сделать это можно ну как-то более декларативно как по мне но это функционал вы я не знаю может может быть queen саша который сейчас там сидит молчит меня поправить скажет нет красиво же все что-то не нравится но мне не нравится мне не нравится так внутри уже есть но я все-таки покажу еще пару примеров которые мне понравились тыцк тыцк вот это вот тут вот тут жест кстати если никто не пользовался есть такой стык blitz это вскод онлайн это вообще класс мне нравится это что делает короче лодинг который реально отображает сколько данных сейчас загрузилась то есть он реально типа ну прям вот когда данные пришли он отрисовывать следующий кусочек лодинга вот они реквесты на тут кнопочки всякие собираются и смотрите тут разбирается все на элементарные вещи вообще очень классный красивый код не тут все нравится вообще все очень красиво очень много переменных на самом деле все это распутать это очень легко очень красиво читается вот это массив этих самых обзор облаф массив обзор облаф с реквестами мы из него делаем обзоры был обзор облаф так и их конкатим то есть они отрабатывают по очереди сначала идет реквест 1 потом реквеста потом реквест 3 и так далее дальше делается клики это вот клики по кнопке то есть как только мы кликнули то мы фигачим реквесты поехали причем смотрите свечем до подтверждают он работает пошло он нажмем еще раз и он заново начнет вот свечем дальше мы считаем сколько всего обзор был в нашем массиве и каждый раз когда приходит новый реквест мы просто добавляем тут единичку и апдейт им дом все красиво красота заключается в том что каждый маленький чих каждый маленький пайп вынесен в свою переменную из этого все это красиво читается вот все что я хотел показать на этом примере на самом деле и последний последний очень быстро степи полинг нравится больше всего значит коротко тут есть котики и другие штуки не помню что от текст какой-то нажимаем старт полинг и у нас как раз там в пару секунд будут появляться новые котики вот здесь то есть мы опрашиваем типа какой-то сервер и достаем с него котиков либо можем переключиться на слова и опять старт полинг и нам приходят новые слова в принципе понятно что он делает тут ничего интересного это просто доставание из джессонов картинок и так далее какое-то посылание тут реквестов это нас не сильно интересует все это не интересно вот старт полинг сюда приходит категория кого мы тянем котиков или текст и интервал через который тянуть ну соответственно этот подменяем кого мы реально будем тянуть и делаем свечмап то есть свечмап если поменялась категория то мы все не реквестаем эти данные ну типа таймер чтобы какой-то интервал но все работало вот дальше тут начинается красота выносится от эти все клики очень красиво очень нравится еще есть топ полинг то бюро был в который приходит значение вот этого стоп баттона . только вот в этот обзел что-то пришло нам нужно прекратить полинг апдейт дом нам не интересно вот watch for data прикольный тут мы типа стартуем полинг да на каждый ивент мы обдаем дом . только нам приходит хоть что-то в этот обзор был мы должны апдейтнуть вот эту секцию и принимаем мы до тех пор пока не пришел клик на стоп полинг либо клик на одну из этих категорий вот мы тут смержили их на типа мы их смержили если мы кликнем на какой-нибудь из этих то полинг тоже остановится вот и получается мы тут померлили сразу три этих вот три три пайпа вот так красиво читается согласитесь вообще хорошо читается это клики по котикам это не интересно ну и по сути типа все на самом деле вот и весь код то есть вот так вот если его смотреть то он вообще классно читается я все согласны ну скажите да 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 то есть все выносится в переменные в которых лежит свои маленькие пайпы и там все здорово но просто представьте что какой-нибудь лох какой-нибудь лох что-нибудь напортачит и не признается в этом никому или ну то есть сколько времени просто потратилось на то чтобы даже хороший код представить в уме вот эту диаграмму как она все между собой пересекается вы поняли это пипец и это полный пипец вот тут я добавил еще линочки что почитать и из них одна интересная badrx.js такой репозиторий там чувак короче написал сначала очень хреновый код можно тут в комитах посмотреть вот он начал типа с очень плохого кода одного маленького сервиса на ангуляре и с каждым комитом он его рефакторил такое субъективно но можно почитать вот и какой мы делаем со всего этого вот кто хочет писать на рэкс джейси ну вот валера хочет еще кто-нибудь хочет все хотят да да если 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 да это как бы такой асинхронный ладаж для людей вот но давайте так у нас было уже какой-нибудь легаси на rxjs в котором приходилось копаться еще слишком рано да вот мне кажется тогда мы все заплачем на этой позитивной ноте я все какие вопросы у кого да я все да как нажать